Турецкий бизнес зовут в Татарстан. Какие сферы интересны обеим сторонам? Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить. И как поведут себя цены на квартиры? Прогноз экспертов. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Татарстан и Турция планируют увеличить товароборот вдвое. Как это сделать? В каких сферах для этого нужно сотрудничать? Обсуждали под занвес прошлой недели. Президент Рустам Мениханов с рабочим визитом посетил Турцию. В этом году начало оборота, вырос полтора раза и повысило 480 миллионов долларов США. Компании в Турецкие республики инвестировали в Турецкие республики более 2 миллиардов долларов США. Заинтересованы в том, чтобы Турецкий бизнес и дальше развивал свой проект в Татарстане. Используя нашу республику как площадку для выхода на российские и евразиатские рынки. Мы окажем вашей компании всесторонную поддержку. Приглашаю вас в сотрудничество с Татарстаном. Из сфер, в которых можно было наладить или расширить сотрудничество, называли сельское и лесное хозяйство легкую промышленность. Это на перспективу. Пока же импорт из Турции это в основном электрооборудование, изделия из черных металлов, пластмассы, меха, кожи, стекла, мебель и напольные покрытия. В республике работают 10 турецких заводов. А Татарстан импортирует каучук, нефтепродукты, полимерные материалы и моющие средства. Причем, если экспорт за последний год вырос в два с лишним раза, то импорт почти в восемь с половиной раз. Может ли сложная эпид-обстановка и политическая ситуация в мире существенно повлиять на экономические связи Татарстана и Турции, мы спросили у экспертов. Если взять Татарстан, эти отношения никогда не прекращались. Даже в самые тяжелые времена российско-турецкие отношения, это 2015 год, можно вспомнить, когда инцидент был самолетом. То есть Татарстан фактически остался единственным регионом, который продолжал развивать отношения с Турцией. И развивать экономическую зону, и предприятия турецкие в экономической зоне Алабуга. И даже ради этого пришлось делать исключения. И сделали исключения для Татарстана специально, потому что знали, что Татарстан развивает очень хорошие отношения. И что касается экономики, нельзя сказать, что это какие-то очень большие цифры. По данным на конец 2019 года, это 483 миллиона долларов товарооборот между Турцией и Татарстаном. И причем, если посмотреть в процентах, то это примерно 50 на 50. То есть 50% экспорта из Татарстана, 50% импорта в Татарстан. Льготную ипотеку под 6,5% годовых могут продлить. Такое указание дал президент Путин. И такой проект постановления внес на днях Минфин страны в правительство. Напомним, программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках запустили в апреле этого года, чтобы поддержать спрос на жилье. В Приволжском федеральном округе Татарстан стал лидером по выдаче ипотеки под 6,5%. Это данные Росреестра. У нас с апреля зарегистрированы 3,5 тысячи льготных ипотек. На полтысячи меньше в Башкирии замыкает тройку лидеров в Чуваше. Там меньше 3 тысяч льготных ипотек. Напомним, ставка 6,5% действует на весь срок кредита до 20 лет. Первоначальный взнос 15%. Максимальный размер льготной ипотеки до 6 миллионов рублей. В некоторых регионах до 12 миллионов. 1 ноября срок выдачи таких льготных жилищных кредитов истекает. И если проект постановления будет принят, то его продлят еще до июля 2021 года. В некоторых регионах, к слову, цены на новостройки уже подскочили на треть. А чего ждать нам? Какими будут спросы и цены, мы узнали у наших экспертов. Говорить о продлении ажиотажа, я думаю, не стоит, потому что иссякает спрос. То есть те, у кого был отложенный спрос с весны или с зимы этого года, они купили свои квартиры. И сейчас будет плавное развитие рынка недвижимости. Застройщики цены, соответственно, тоже уже подняли. Те объекты, которые начинали строиться в прошлом году, уже потихонечку достраиваются. А новые объекты, которые выставляются на продажу в Казани, уже имеют ценник от 90 тысяч рублей за квадратный метр. Что порядка 10-15% выше, чем в прошлом году. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.